Собрался я тут подключить датчик температуры. Казалось, что может быть проще? Однако не всё так просто. Подводных камней там хватает. Поэтому давайте сегодня об этом и поговорим. Итак, что такое датчик? Начнём с определения. Датчик – это электрическое или электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования определённого воздействия в электрический сигнал. Применим к автомобилю электрический сигнал – это напряжение. То есть от всех датчиков блок управления получает именно напряжение. И в случае с датчиком температуры, это напряжение эквивалентно температуре той среды, которую он измеряет. Пока всё понятно. Есть среда, наш датчик измеряет её температуру, переводит в напряжение. и так блок управления понимает, какая там сейчас температура. Сам датчик температуры — это просто сопротивление, зависящее от температуры. Тогда откуда на нём появляется напряжение? Датчик получает напряжение от самого блока управления, а именно плюс 5 вольт. Это так называемое опорное напряжение. Теперь у нас есть и опорное напряжение, и сам датчик. Осталось только подключить и поехали. Но нет, не всё так просто, как хотелось бы. Большинство датчиков имеет два вывода для подключения к измерительной цепи. Как правило, двухпроводная система. Но на самом деле и да, и нет. И в данный момент я не пытаюсь вас запутать. Как я люблю говорить в своих видео, все датчики делятся на два типа. Обязательные и все остальные. К обязательным датчикам температуры относятся такие, как датчик температуры впускного воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости. Все остальные датчики на наше с вами усмотрение. И подключаются они довольно просто. Один провод мы подключаем к специально выделенному аналоговому входу, а второй провод мы подключаем на массу. И, наверное, сейчас вы меня спросите, а где же опорное напряжение? Ведь для работы ему необходимо плюс 5 вольт. А мы никакого напряжения к нашему датчику не подводили. Дело в том, что сам аналоговый вход уже снабжен опорным напряжением плюс 5 вольт и всем необходимым для правильного подключения и работы нашего датчика. А вот на все доп. датчики температуры нам необходимо подать опорное напряжение. Поэтому мы так и сделаем. Подключаем один из проводов к опорному напряжению. А так как к нашему датчику подключаются только два провода, получается второй оставшийся нужно подключить к аналоговому входу. На наш выбор их 6 можно задействовать любой свободный. И получается, что дело в шляпе. Но погодите, а почему ничего не работает? Датчик не показывает изменения температуры, хотя мы его и прописали в блоке управления, указали все калибровки, но все равно температура растет, а показания не меняются. Постоянно 5 вольт. Что мы сделали не так? Ну что ж, придется копать глубже. В конце концов, все мы здесь именно для этого. Для того, чтобы понять, как работает большинство датчиков, нам необходимо знать и понимать закон ОМА. Опять в школу. Закон ОМА для участка цепи. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах участка и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка. Почему именно для участка цепи? Все дело в том, что мы будем иметь дело с измерительной цепью нашего датчика, а значит с участком цепи. Любая цепь имеет сопротивление. Чем меньше сопротивление или чем больше приложено напряжение, тем больший ток протекает по данной цепи. Об этом и говорит закон ОМА. И вообще, если мы знаем две из трех величин нашей цепи, мы легко можем рассчитать третью. Но все это работает только тогда, когда у нас есть цепь. А для этого, чтобы цепь появилась, плюс нужно соединить с минусом. В случае с датчиком температуры цепь образует плюс 5 вольт и масса, а посередине датчик и его сопротивление. Вот почему наш датчик, который мы подключили, не работал. Мы не подключили его на массу. Что ж, остается второй провод подключить на массу. И вот теперь у нас полноценная электрическая цепь. Наличие напряжения плюс 5 вольт, сопротивление, это наш датчик, и масса. А значит, будет и ток. Поскольку напряжение у нас постоянное, то на величину тока будет влиять меняющееся сопротивление. А это наш датчик. Хорошо, это все у нас есть. А как же показания, которые должен получать наш блок управления? Это должно быть напряжение. Да и вообще, в нашей цепи только два провода, и все мы их уже задействовали. Значит, нужно подключить третий провод. И это будет как раз то напряжение, которое будет видеть наш блок управления. Но куда подключиться этим третьим проводом? Есть два варианта. Со стороны опорного напряжения или со стороны массы. Чем дальше влез, тем толще партизаны. Чему это я? Все дело в том, что если вы понимаете закон Ома, то вы знаете, что с одной стороны датчика всегда будет плюс 5 вольт, а с другой стороны 0 вольт. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Получается, что наша система измерения работать у нас не будет. На самом деле, для того, чтобы наш датчик заработал, нам необходимо добавить еще один элемент. Какой? Наберитесь терпения. Смотрите, в нашей цепи есть приложенное напряжение, сопротивление датчика, а значит, есть электрический ток. Наш ток, двигаясь по нашей цепи, встречая сопротивление, вызывает падение напряжения. Падение напряжения тем больше, чем больше сопротивления, которое он встречает. Величина тока в цепи всегда такая, что в начале сопротивления напряжение у нас максимальное, то есть в данном случае плюс 5 вольт, а в конце у нас 0. Смотрите, берем условный датчик. При минус 20 градусах Цельсия его сопротивление, скажем, 1000 Ом. Отсюда получается, что ток в цепи будет 5 вольт поделить на 1000 и равно 0,005 Ампера. Теперь поднимаем температуру до 0 градусов. Сопротивление стало 100 Ом. Ток уже будет 5 разделить на 100 равно 0,05 Ампера. Но нашему ЭБУ нужны значения напряжения, а не амперы. Как же получить напряжение, когда есть сила тока? И тут нам на помощь приходит знание закона Ома. Любая электрическая цепь имеет три составляющих. Напряжение, ток, сопротивление. Нам известна сила тока. Если мы хотим получить напряжение, нам нужно добавить сопротивление. Так давайте в нашу цепь добавим дополнительное сопротивление, которое будет постоянным. Это сопротивление у нас будет равно 100 Ом. Плюс сопротивление нашего датчика, которое постоянно меняется в зависимости от температуры. Делаем опять те же самые расчеты. При минус 20 градусов сила тока в нашей цепи будет равна 5 поделить на сумму 1000 плюс 100, и это равно 0,045 Ампера. Естественно, значение сила тока уменьшилось, так как сопротивление в цепи у нас увеличилось. Но теперь мы можем рассчитать величину падения напряжения на нашем участке цепи, а именно отдельно на резисторе и на нашем датчике температуры. Давайте сделаем это для нашего резистора. Для этого 100 Ом умножаем на силу тока 0,045 Ампера и получаем 0,045 В. Это столько напряжения теряется на данном резисторе. А все остальное напряжение теряется на сопротивлении нашего датчика. То есть 4,55 В. Рассчитаем то же самое, но теперь уже для температуры 0 градусов. И как мы помним, сопротивление датчика при 0 градусах у нас равно 100 Ом. И резистор также 100 Ом. Итак, сила тока будет равна 5 разделить на сумму 100 плюс 100. И это равно 0,025 Ампера. Теперь сделаем расчет падения напряжения на самом резисторе. 100 умножить на 0,025 равно 2,5 В. А вот теперь нам есть с чем работать. Теперь мы можем подключить третий провод к нашей измерительной цепи и блоку управления. А вот в какую точку нашей измерительной цепи мы его подключим? Начало нашей цепи, конец или посередине. А именно между нашим сопротивлением и самим датчиком температуры. И вуаля! Заработало! Наш блок управления получает напряжение, которое он может перевести в температуру. А какое напряжение видит наш блок управления? Для этого нужно от опорного напряжения вычесть значение падения напряжения на резисторе. При минус 20 градусах это будет 5 В отнять 0,45 В и получится 4,55 В. А при 0 градусах 5 В отнять 2,5 В и это равно 2,5 В. Даже самый качественный и точный датчик не будет работать без этого доп-сопротивления. В зависимости от того, где в цепи находится это сопротивление, оно имеет два названия. Pull-up или подтягивающий резистор, это когда со стороны плюс 5 В, или pull-down или стягивающий резистор, когда подключен со стороны массы. Для блоков управления преимущественно применяют схему с pull-up резисторами, то есть со стороны опорного напряжения. А сама схема с двумя последовательными сопротивлениями называется делителем напряжения. И для каждого дополнительного датчика температуры, помимо параметров самого датчика, а именно его модели и калибровочных значений, которых 3, нужно еще указать значение этого доп-резистора. Обычно это pull-up резистор с сопротивлением 2,2 кОм. Находится все это сенсор Setup, Temperature, Sensor Wizard, строка RX Value. И тут указываем значение нашего pull-up резистора, который мы используем. Когда я вам рассказывал про датчики, именно эту строку мы с вами не обсуждали. Кстати, если по каким-то причинам вы еще не смотрели это видео, вот ссылка. А как же тогда датчик температуры впускного воздуха и охлаждающей жидкости? Почему для них мы не используем никаких доп-сопротивлений? Они что, особенные? И для них закон ОМА не указ? Вы знаете, как говорит один мой знакомый механик, закон ОМА и ПУЭ еще никто не отменял. Оба этих датчика работают точно так же, с одним лишь отличием. Их аналоговые входы уже снабжены встроенным pull-up резистором и опорным напряжением. Таким образом, производители облегчили нам с вами жизнь и обеспечили надежность в работе этих важных датчиков. А знаете, что самое интересное? Хотя данная система и выглядит громоздкой и кому-то может даже показаться сложной, на самом деле это самый простой и надежный способ измерить температуру. А самое интересное, что данная схема позволяет использовать один датчик сразу для двух ЭБУ. Невероятно, но факт. И для этого нам всего лишь нужно подключиться в ту же самую точку, то есть между дополнительным резистором и самим датчиком. Что? Для чего использовать два ЭБУ? Ну, иногда к таким трюкам прибегает. Допустим, вы хотите в свою гражданскую тачку поставить программируемый блок управления, но при этом вы не можете подружить его с приборной панелью или с системой климат-контроля и так далее. Тогда вы просто переводите управление двигателя на программируемый ЭБУ, а все остальные системы работают от штатного ЭБУ. В этом случае вам необходимо некоторыми параметрами работы двигателя поделиться со штатным блоком управления. Обороты двигателя, температура и так далее. Вот тут и пригодится данная фишка. По такому принципу работают все резистивные датчики температуры. Данный тип датчиков, пожалуй, самый распространенный ввиду своей простоты и надежности работы, а значит и доступности. Но способны они работать при относительно небольших температурах, где-то немного больше 100 градусов. А если нам требуется измерить более высокую температуру, скажем, температуру выхлопных газов, где рабочий диапазон 760-980 градусов Цельсия, данный тип датчика нам не подойдет. Для таких температур используются датчики на эффекте Зейбека. Какие я умные слова знаю. Проще говоря, это термопара. А применимы к автотюнингу это так называемые ЕГТ-сенсоры. Ну, думаю, об этом поговорим как-нибудь в другой раз, если это покажется кому-то интересным. Ну что, вот мы и разобрались, как работают датчики температуры. И помните, знания сами себя не найдут. А у меня на сегодня все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok